Привет и добро пожаловать на границу знаний. Ровно 58 лет назад Валентина Терешкова, первая женщина, поднялась в космос. Мы хотим вспомнить о её знаменательной космической экспедиции. Мечта побывать в космосе не оставляла человечество на протяжении столетий. 12 апреля 1961 года ей суждено было исполниться. Юрий Гагарин совершил первый полёт. После успешных полётов советских космонавтов у Сергея Королёва появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. Ею и стала Валентина Терешкова, совершив полёт в космос 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Первые космические полёты проходили в условиях жёсткой конкурентной борьбы между СССР и США. Обе сверхдержавы трудились над тем, чтобы их корабли браздили просторы Вселенной. Но, как известно, пальма первенства в этом вопросе принадлежала Советскому Союзу. После дебютного мужского полёта у американцев оставался лишь один козырь – подготовить женский полёт. Но и тут советские космонавты их опередили. Как только в страну советов поступила информация о подготовке американской женской сборной, Никита Хрущёв лично настоял на том, чтобы среди советских женщин тоже провели конкурсный отбор. Претенденток на роль женщины, которая первой побывает в космосе, было немало. Таким масштабом позавидовали бы любые современные конкурсы красоты. Из 800 участниц конкурса в финал вышли 30. Их-то и начали готовить к решительному полёту. В процессе подготовки были отобраны пять лучших кандидатур, и Валентина Терешкова была отнюдь не первой в этом рейтинге. По медицинским показателям она и вовсе занимала последнее место. Девушки прошли нелёгкие испытания. Их помещали в экстремально высокие температуры и в помещения с повышенной влажностью. Им приходилось пробовать себя в условиях невесомости и учиться заземляться на воду, прыгая с парашютом. Тренировки нужны были для приземления во время посадки космического корабля. Проводились и психологические тестирования. Важно было понять, насколько комфортно будет женщинам во время пребывания в космосе. К слову, опыт Терешковой оказался уникален тем, что она находилась в космосе почти трое суток в одиночестве. Всё более поздние полёты совершались дуэтом. Решение о том, кто полетит в космос, принимал лично Хрущев. История Валентины Терешковой отлично подходила под идеал девушки из народа, которая добилась всего собственным трудом. У Валентины была простая семья. Сама она родилась в деревне и работала на ткацкой фабрике. Профессионально прыжками с парашютом она никогда не занималась. Всего в её активе было менее ста прыжков. Словом, героиня из народа полностью соответствовала нужному идеалу. Запуск корабля Терешковой произошёл 16 июня 1963 года. Она совершила полёт на корабле «Восток-6». Валентину Терешкову можно по праву назвать героиней, так как во время полёта она столкнулась с огромным количеством трудностей, но достойно пережила все испытания. Главной проблемой оказалось плохое самочувствие. Тошнота, вялость и сонливость. Со всем этим приходилось бороться. Был даже зафиксирован случай, что Валентина перестала отвечать на запросы с Земли. Оказалось, что она просто заснула от переутомления. Разбудить её смог только Валерий Быковский, ещё один советский космонавт, который в это время находился на орбите. Между их кораблями была внутренняя связь, по которой могли общаться космонавты. Однако самым страшным испытанием, о котором долго молчали официальные власти, стала неисправность в механизме корабля Терешковой. Вместо того, чтобы приземлиться на Землю, она рисковала улететь в космическую даль и погибнуть. Чудом Гагарину, следившему за полётом, удалось придумать, как исправить ситуацию, и Валентина Терешкова всё же смогла вернуться. Приземление в Алтайском крае оказалось непростым. Измученная женщина-космонавт буквально свалилась на голову местным жителям. Уставшая и измотанная, она с удовольствием переоделась в принесённую ей одежду, обнажив тело, превратившееся в сплошную гематому от скафандра, а также отведала крестьянской еды, картошки, кваса и хлеба. За это потом она получила выговор от самого Сергея Королёва, ведь тем самым она нарушила чистоту эксперимента. На протяжении многих лет после полёта Валентины Терешковой советские женщины не поднимались в космос. Уж слишком много сложностей возникало в полёте в связи с индивидуальными особенностями женского организма. Но имя первой советской женщины-космонавта навсегда вписано в мировую историю. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!